Здравствуйте! Сегодня пятница, 26 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Широградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. При очередном массированном ударе по Украине в Днепре ракета попала в здание поликлиники. В России не менее двух беспилотников взорвались в центре Краснодара. Армения и Азербайджан заявили об отсутствии территориальных претензий друг к другу. Означает ли это, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха будет урегулирован уже в ближайшем будущем? День независимости Грузии стал поводом для новых споров вокруг нынешнего политического курса страны. Так же сегодня. Я просто считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Почему олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Лосицкене не стала использовать свою последнюю попытку на чемпионате России по легкой атлетике в Сочи? Россия в ночь на пятницу нанесла новый массированный удар по Украине ракетами и дронами. По данным украинских военных, всего были зафиксированы пуски 17 ракет разных типов и 31 ударного дрона. Все 10 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555, запущенных из района Каспийского моря и 25 беспилотников, удалось сбить. Вместе с тем были попадания дронов и нескольких ракет в объекты на территории Харьковской и Днепропетровской областей. В Днепре ракета попала в медицинское учреждение. По сведениям, которые приводит президент Украины Владимир Зеленский, в результате этого удара по меньшей мере один человек погиб, 15 ранены. По информации главы Днепропетровской областной администрации Сергея Лысака, среди пострадавших двое детей. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил сегодня, что ночью и утром 26 мая российские войска обстреляли Очаковскую и Первомайскую общины региона. Там разрушений пострадавших нет. Сегодня же взрывы произошли в центре Краснодара. По информации местного губернатора Вениамина Кондратьева, на город упали не менее двух беспилотников. Повреждены жилой дом и офисное здание. О пострадавших не сообщается. Целью этого удара могла быть вышка сотовой связи на морской улице, предположил телеграм-канал ШОТ, который опубликовал кадры с обломками рухнувшего дрона. По словам жителей, они слышали не менее двух взрывов. Вообще, удары беспилотников по объектам на территории России, особенно после недавнего диверсионного рейда в Белгородской области, стали уже довольно обыденным явлением. Взрывы в Краснодаре свидетельствуют о том, что беспилотники наносят удары все чаще и все дальше от границы России с Украиной. Тема рейда на Белгородщине остается одной из самых обсуждаемых. Мои коллеги с телеканала «Настоящее время» взяли интервью одного из бойцов Легиона Свобода России, Максимилиана Андронникова, его позывной «Цезарь». Андронников родом из Петербурга, является пресс-представителем Легиона Свобода России. И вот, что он рассказал в интервью Ирине Ромалийской о целях рейда и о том, чего удалось достичь. Сразу скажу, до Белгорода доходить не планировали, хотя могли бы, пожалуй. И все свои задачи, которые мы ставили перед собой, мы выполнили. Это была операция с комбинированным эффектом. То есть, нашей задачей было нанести поражение войскам Российской Федерации, силовикам ФСБ. Нашей задачей было продемонстрировать народу России возможность успешного введения вооруженной борьбы против путинского режима. Нашей задачей была демилитаризация Белгородской области. И в дальнейшем мы планируем демилитаризировать все приграничные области Российской Федерации. И, естественно, наша задача была показать российскому обществу, что путинские силовики, путинская армия – это колосс на глиняных ногах. И все эти задачи мы успешно выполнили. Мы уничтожили несколько десятков единиц личного состава противника, захватили около пяти единиц бронетехники и еще большее количество уничтожили. Например, в моем подразделении я заходил в составе штурмовую группу, в нем потерь не было вообще. И я с удивлением обнаружил после того, как вернулся с передовой, что огромное количество жителей Белгородской области, особенно из глубинки, что меня удивило, понимаете. Ведь люди там не имеют такого вольного доступа к информации, как, например, в областных центрах или в Москве или в Санкт-Петербурге. Даже жители глубинки понимают, что эта война им не нужна, что путинский режим им ничего хорошего не принесет. И многие нас ждали, писали нам о том, что если мы дойдем до них, до их населенного пункта, они валятся в наши ряды. Мы говорим сейчас о области, которая исторически очень тесно связана с Украиной. О области, где много родственников украинцев. Да, смешанные браки, постоянно был культурный, товарный обмен. Да, люди из Белгорода приезжали в Харьков, например, или в Сумы. И это же как бы понятно, что этим людям война не пошла на пользу. Они все страдают прямо или косвенно от войны. Не так давно российская авиация бомбила Белгород. Это не шутка, к нам обратились жители Белгорода с просьбой как-то помочь прекратить эти безобразия и принести мир на землю Украины и на землю Белгородчины. Главный вывод мы делаем такой, что граница не на замке, что путинский режим держится на страхе и фальше. И то, что если есть мужественные, решительные и умелые войны, то они этот режим могут поломать довольно быстро. Российские помойки информационные, да, они уже говорят о 70 наших убитых, о десятках единиц уничтоженной техники. И всю войну они придумывают фейки, фейки топорные. Я вот сегодня увидел фотографии якобы уничтоженной нашей техники. Техника якобы была уничтожена, полностью обгорелая, но на ней краска почему-то не сгорела. Или шины на этой технике были абсолютно чистые. А поверьте, там было довольно грязно в районе проведения операции. То есть привезли что-то, поставили там, нанесли надписи краской и выдают желаемое за действительным. Большей частью это то, что Российская Федерация затрофеяла в свое время у нас. А мы зачастую пользуемся техникой, которую мы у них отбили. И в ходе проведения операции мы захватили, наверное, 5 или 6 брейн-транспортеров. Один из них наши побративные из РДК недавно продемонстрировали, БТР-82. То есть эта операция для нас, скажем так, мы приобрели в российском военторге. Раньше мы приобретали технику в западном военторге, поскольку есть неравнодушные граждане России, которые нам финансово помогают. А теперь мы еще и подключились к российскому военторгу и бескоштовно, скажем так, да, приобрели в них несколько дней из брейн-техники. За что благодарим и хочу сказать, что будем заходить еще. Просим оптовикам делать скидки. Мы не какое-то банкформирование, мы не ЧВК а-ля Вагнер, да. Мы юридически защищены и мы работаем исключительно в правовом. Мы граждане России неравнодушные, да, которые очень хотят вернуться на свою родину. Мы очень патриотичные граждане, мы очень любим свою родину. Нам ужасно смотреть на ту трагедию, которую развязал путинский режим. Мы хотим с ней скорее покончить. Вернуться в Россию, перестроить свое государство и жить в мире и согласии с остальными народами. И Украина нам предоставила такую возможность защищать ее. Для нас это очень большая честь. Мы очень благодарны украинскому народу за эту возможность. Украина не выполняет задач на территории Российской Федерации. Сбройные силы Украины не причастны к тому, что творится в Белгороде, в Брянске, в Москве, в Хабаровске или в других городах России. Это деятельность самих граждан России, которые устали от войны и от путинского режима. Я хочу сказать, чтобы персонажи в Кремле не расслаблялись. Это только первая разведка боем. Легкая разминка. Дальше будет веселей, чаще, больше. И, скажем так, закончится это все освобождением нашей родины. Говорил пресс-представитель Легиона Свобода России Максимилиан Андроников. Напомню, что его позывной Цезарь. Замечу, что его слова по поводу потерянной бронетехники не соответствуют выводам, сделанным моими коллегами, изучавшими имеющиеся снимки и видеозаписи. Что данные о поддержке диверсантов местным населением не подтверждаются независимыми источниками. И что стороны вооруженных конфликтов склонны занижать свои потери и завышать потери противника. Вы слушаете «Время свободы». Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах в Москве заявили, что между их странами больше нет территориальных споров и что они готовы прийти к договоренности о взаимном признании границ. Такое заявление означает, что Армения официально признает Нагорный Карабах частью Азербайджана. О том, что у Армении нет территориальных претензий к Азербайджану при условии соблюдения прав армян, проживающих в Нагорном Карабахе, Пашинян объявил еще в начале этой недели, сказав также, что Армения готова покинуть организацию договора о коллективной безопасности, так как эта организация не выполняет своей функции по защите Армении от внешней агрессии. Слова Пашиняна привело тогда агентство ТАСС. На них в ходе очередного брифинга отреагировала представитель МИД России Мария Захарова. Вот ее диалог с корреспондентом издания «Ура.ру». Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание премьер-министра Армении Николая Пашиняна о том, что ОДКБ, цитирую, ушла или уходит из Армении. Иными словами, если Армения до июра примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет в результате фиксации того, что ОДКБ вышло из Армении. Я технически не очень понимаю, как это все там представляется. Мы уже неоднократно об этом говорили. Если это фигуры речи для того, чтобы, не знаю, пролоббировать позицию о выходе Армении из ОДКБ, то мне кажется, все-таки надо понимать всю опасность манипулирования словами. Каким образом ОДКБ может выйти из Армении, ну, еще раз, мы уже об этом говорили, не очень даже понятно, о чем идет речь. Это была глава Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова. Моими собеседниками в Российской Федерации являются президент и председатель правительства России. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю. Так Никол Пашинян отреагировал на слова Захаровой. Прибыв в Москву на заседание Высшего совета Организации Евразийского экономического сотрудничества, Пашинян подтвердил признание Армении территориальной целостности Азербайджана. Тем не менее, он вступил в пикировку с сидевшим с ним и с Владимиром Путиным за одним столом президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Вот что он сказал. Президент Азербайджана использовал в своем выступлении выражение, которое в последние годы служит как заглавие для выдвижения территориальных претензий против Армении. Я хочу сказать, что это используется в рамках выполнения 9 пункта трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года. Я хочу подчеркнуть, что в этом заявлении говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор, который должен был быть под контролем российских миротворцев, но, к сожалению, незаконно заблокирован со стороны Азербайджана. С другой стороны, хочу подтвердить готовность Республики Армении к разблокировке всех транспортных и экономических связей в регионе и коммуникаций, которые проходят через территорию Республики Армении. Мы это называем Армянский перекресток, и мы готовы на открытие региональных коммуникаций в рамках суверенитета и юрисдикции тех стран, по которым они проходят. Я имею в виду те связи транспортные и экономические коммуникации, которые предназначены девятым пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года. Спасибо. Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. Ильхам Алиев, чьи политические позиции в этом споре выглядят явно крепче, учитывая победу Азербайджана в войне 2020 года и поддержку Баку Турции, ответил на критику со стороны Пашиняна. Тем не менее, он тоже заметил, что у Еревана и Баку теперь нет территориальных споров. Поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору «Север-Юг». Точно так же это слово используется и применительно к коридору «Восток-Запад». Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Слова Никола Пашиняна о признании территориальной целостности Азербайджана вызвали возмущение многих жителей армянского населения Нагорного Карабаха. Напомню, что конфликт вокруг этого анклава продолжается с конца 80-х годов XX века. Большую часть этого времени Нагорный Карабах был под контролем армян, создавших там самопровозглашенную республику, не признанную, правда, ни одним государством мира, входящим в Организацию Объединенных Наций. В ходе упомянутой мной войны 2020 года Азербайджану удалось вернуть под свой контроль большую часть Нагорного Карабаха. Мой собеседник, обозреватель проекта «Радио Свобода Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вадим, исходя из того, что мы слышали и видели за последние дни, можно ли говорить о том, что действительно появилась реальная перспектива мирного урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха? Нет, я бы не стал слишком оптимистично смотреть на этот процесс, потому что он необратим, он вроде бы действительно идет, но это в этом смысле своей необратимости. А таким же необратимым был известный процесс погони Ахиллеса за черепахой, потому что это может продолжаться сколько угодно долго, и каждая встреча Алиева и Пашиняна или Байрамова и Герзояна – это встреча промежуточная, потому что процесс вошел в ту стадию, где, как мне кажется, лица второго плана, политики второго плана обсуждают какие-то вопросы, собственно говоря, как шерпы на переговорах, а потом встречаются первые лица и фиксируют вот эти промежуточные результаты. Вот в данном случае промежуточным результатом является признание территориальной целостности, которая, в общем, не нова, да, это уже сказано давно, и раз в неделю в последнее время Пашинян это проговорит, как будто бы заставляя армянское общество к этой мысли привыкнуть, и, наверное, это в каком-то смысле правильная тактика. Но, собственно говоря, это все. Алиев и Пашинян просто каким-то образом, условно говоря, порассируют на промежуточной встрече некую новую достигнутую базу для того, чтобы двигаться немножко дальше. Вот так вот шаг за шагом, миллиметром за миллиметром они могут двигаться довольно долго, и, с одной стороны, это, ну, если не гарантия, но какой-то шанс избежать риска эскалации, а, с другой стороны, это все-таки приближение к заветной цели, которая может быть достигнута через 10 лет, а может вдруг случится какой-то скачок, этого пока никто не знает. Но важно то, что даже в этом процессе каждая сторона играет в свою игру, поскольку для Армении вот эта возможность избегать риска эскалации путем такого итерационного процесса, ничего фатально не решающего, дает возможность тянуть время. В Москве тоже, у нее тоже есть свои мотивы для того, чтобы не торопиться. Для Азербайджана время, если не критично, то имеет значение в этом расхождении сторон, но вот путем такого вот процесса шаг за шагом, миллиметр за миллиметр, по крайней мере, как-то можно решать. Другое дело, что в любой момент это может остановиться именно в силу небольших темпов. Проясните, пожалуйста, вообще каков был статус все это время Нагорного Карабаха в глазах Армении? Вообще имела ли Армения когда-нибудь де-юре территориальные претензии к Азербайджану? У Армении было несколько этапов, несколько разных отношений к этому вопросу. Сначала Армения заявила о том, что это часть Армении Карабах, это является частью декларации о независимости, и, собственно говоря, их институция костным образом на это ссылается, но при этом Армения исходит из того, что Карабах независимое государство, каким оно прогласилось в 1991 году. И здесь есть, конечно, юридическое разногласие, поэтому с юридической точки зрения довольно сложно, а с практической политической точки зрения Армения относилась к этому, ну вот как ко второму, условно говоря, армянскому государству, с которым, в общем, она очень связана, тем более, что потом карабахский политикум принял большую участие в жизни самой Армении постепенно. Но с точки зрения какой-то обыденности, практической обыденности, но это воспринималось как часть Армении, просто немножко другая, немножко за границей, как такая, немножко автономная. Но, тем не менее, в общем, границы не было, ничего не было, в общем, люди воспринимали это как территорию почти как свою. После того, как Никол Пашинян объявил, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана, в Нагорном Карабахе было создано чрезвычайное заседание местного парламента. Вообще, насколько силы в Нагорном Карабахе могут помешать тем процессам, которые сейчас идут в отношениях между Ереваном и Баку? Они могут создать крайне неблагоприятный фон внутриполитический в Армении для Пашиняна. Они могут помочь Москве в создании какого-то рычага давления на Пашиняна, но не в том плане, чтобы тянуть время и сохранять тот статус-кво, который продолжался в 30 лет. А для Москвы это, в общем, вещь инструментальная. Москва, мне кажется, гораздо важнее коммуникационный вопрос. И вот в этом смысле, возможно, Москва хотела бы иметь возможность поддавливания на Пашиняна. Но это все очень ограниченный ресурс, потому что, мне кажется, что все это недовольство в Армении, оно действительно серьезно, оно влиятельно, но я не думаю, что оно фатально или вот как-то уж совсем критично для нынешней власти. Ну и, конечно, интересно, как то, что сейчас происходит, может сказаться на политической карьере Никола Пашиняна. Вот та политика, которую он проводит, она отвечает чаяниям армянского общества, желанием как можно скорее достичь мира, или, может быть, все-таки он идет против общественных настроений, особенно после недавней проигранной войны? Пашинян не кумир для общества, мягко говоря, но у него есть два козыря. Во-первых, все остальные намного-намного хуже для восприятия этого общества. И если брать какой-то там, не знаю, рейтинг в оценке, то Пашинян и в личном плане, и в партийном плане, конечно, обходит себя к принципиально, но сейчас он может не бояться выборов. И, с другой стороны, у него есть возможность пугать общество силовым давлением Азербайджана, что он делает, что он особо не опровергает. И это позволяет Пашинянам манипулировать ситуацией и в этом отношении, и пугать Армению тем, что она может потерять гораздо больше, чем уже потеряла. Надо же понимать, что пока на территории Армении, за исключением отдельных участков, в общем, территории Армении никогда боевых действий не было. Моим собеседником был обозреватель проекта «Радио Свобода. Эхо Кавказа» Вадим Дубнов. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 26 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. А в Грузии, чьи два региона, Абхазию и Южную Осетию, в Тбилиси считают оккупированными территориями, сегодня отмечается главный государственный праздник – День независимости. Ровно 105 лет назад, 18 мая 1918 года, была провозглашена независимая демократическая республика Грузия. Нынешний праздник сопровождается ожесточенными спорами вокруг преемственности курса страны на интеграцию в Европейский Союз и в НАТО. Оппозиция Грузии считает, что правящая партия «Грузинская мечта» постепенно разворачивает этот курс в сторону России. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе. Главным аргументом всех оппозиционных сил, обвинивших правящую партию в измене делу независимости и солидарности с Западом в пользу сотрудничества с Кремлем, стало отсутствие на здании парламента звездного флага Европейского Союза. В прошлом году европейский флаг красовался не только на флагштоке, но и на самом здании вместе с государственным флагом Грузии с пятью крестами. Примерно так же было и в предыдущие годы. Флаг Европейского Союза рядом с государственным флагом, символизируя стремление Кавказской страны стать кандидатом, а затем и членом Европейского Союза. Кстати, с чисто протокольной, дипломатической, формальной точки зрения, это был флаг Совета Европы, старейшей европейской организации, полноправным членом которой Грузия стала еще в 1999 году. Флаг Совета Европы очень похож на символ ЕС, и все понимали, что это как раз символ внешнеполитической ориентации страны. Тем большее недоумение вызвало то, что европейский флаг неожиданно исчез с здания парламента. Власти объяснили его отсутствие тем, что в нынешнем году праздник независимости проходит под другим слоганом, чем в предыдущие годы – «Ради свободы». А вот в прошлом году слоган был другим – «На встречу Европе». Впрочем, оппоненты властей сочли такое объяснение неубедительным. Тем более, что исчезновение европейского флага совпало с резким похолоданием во взаимоотношениях между Брюсселем и официальным Тбилиси. Выступая в Дубае на международном форуме, премьер-министр Иракли Гарибашвили обрушился с резкой критикой на ЕС и США. Обвинил их в равнодушии к грузинской трагедии 2008 года. По его словам, после российской агрессии Запад не вводил никаких санкций против России, продолжил с Москвой «бизнес as usual», а теперь, по утверждению Гарибашвили, тот же Запад требует от Грузии присоединения к антироссийским санкциям, подвергая тем самым маленькую страну неоправданному риску нового столкновения с соседней державой. Оппозиционеры сочли эти заявления позорными. Многие общественные деятели 26 мая вышли на улицы с флагом Европейского Союза. Но, судя по всему, это противоречие между грузинскими властями и оппозицией будет продолжаться, по крайней мере, до победы Украины в нынешней войне. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода» Дбилиси. Ну и в завершении несколько спортивных новостей. Сборная Латвии по хоккею впервые в истории чемпионатов мира вышла в полуфинал, обыграв в четвертьфинале со счетом 3-1 команду Швеции. Конечно, можно спорить по поводу того, добилась бы латвийская сборная этого успеха, если бы в турнире участвовала российская команда. Но сборной России, ровно как и сборной Беларуси, там нет. Они отстранены из-за агрессии России против Украины, в которой Беларусь участвует. Пресс-служба компании Евгения Пригожина «Конкорда» провергла сообщение о том, что испытывающий финансовые сложности женский баскетбольный клуб из Ростова-на-Дону Платов обратился к владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину с просьбой о спонсорстве. По данным написавшего вчера об этом издание «Сайт Ростова-на-Дону», идея обратиться к Пригожину принадлежит президенту клуба Валентину Макогонову, который участвовал в так называемой специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер» и потерял руку. Сайт «Ростова-на-Дону» писал также, что в клубе обещали взять название «Вагнер» в случае удовлетворения его просьбы о помощи. В «Конкорде» заявили, что пока не получали письма от клуба, но в любом случае программы спортивного спонсорства у ЧВК «Вагнер» нет, и вообще у ЧВК много других проблем. Олимпийская чемпионка, пятикратная победительница общего зачета и рекордсменка бриллиантовой лиги, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Марии Лосицкене, заняла второе место на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи. Во время третьей попытки, успех в которой теоретически мог вывести ее и на первое место, Лосицкене не стала прыгать, а просто нырнула под планку. В ответ на вопрос журналистов, почему она это сделала, спортсменка разрыдалась. «Я просто считаю, что моя международная карьера завершена. Говорить тяжелее, чем думать. Все давно решено, и что бы мы ни делали, я думаю, нас там не ждут. И я не питаю никаких надежды. Просто я не готова. Что это такое?» Это была олимпийская чемпионка Мария Лосицкене. В августе 2021 года, сразу после победы на Олимпиаде в Токио, Лосицкене сфотографировалась вместе с бронзовой призеркой украинкой Ярославой Могучих. Лосицкене держала в руках флаг Национального Олимпийского комитета России, Могучих – флаг Украины. Обе обнимались и улыбались. Остается только добавить, что Лосицкене – капитан российской армии, Могучих – сержант ВСУ. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам популярные приложения подкастов и наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова